Всем привет! Рада вас видеть на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме секс и головная боль. Есть ли какая-то причинно-следственная связь и вообще может ли секс вылечить вашу головную боль. Часто вы мне пишите вопросы, особенно мужчины, что у моей жены болит голова, и поэтому она не хочет со мной заниматься сексом. Давайте в этом видео разберёмся, что же для этого нужно делать. Действительно, для многих женщин вот эта жалоба на головную боль стала такой определённой отмашкой, что, может быть, у неё действительно болит голова, и, может быть, у неё действительно плохое настроение, что-то её болит, что-то беспокоит, поэтому она не хочет вступать в половой контакт. Но очень часто женщины берут эту отмашку просто потому, что не хотят вступать с вами в половые отношения. То есть, по какой-то причине, да, ей не нравится секс, что-то ей не нравится. Поэтому она просто говорит, дорогой, у меня болит голова. Почему эта вот фраза уже взята во многие мемы, стендапы и так далее, да? То есть, часто это встречается. Кстати, дорогие мои, напишите, действительно ли вы с этим сталкивались. Либо жена, либо, там, может быть, бывшая ваша женщина вам говорила про это, что, дорогой, у меня болит голова, да? И женщины, напишите, часто ли вы пользуетесь такой фразой, чтобы не вступать в половые отношения. Обязательно напишите. Действительно интересно. Давайте посмотрим статистику, кто же этой фразой часто пользуется. Так вот, если мы говорим вообще в целом про головную боль и секс, то для женщины хороший секс, который ей доставляет удовольствие, который ей доставляет оргазмы, конечно, он для неё является обезболиванием. Так, во-первых, разные у нас гормоны удовольствия, да, во время секса вырабатываются, которые благоприятно сказываются в том числе и на боль. То есть, боль затихает. Поэтому часто можно сказать, давай болит голова, давай с тобой вступим в половые отношения, займёмся сексом, и тогда голова у тебя пройдёт. Вот, это будет тоже такой очень правильный вариант. Потому что действительно у женщины после секса повышается настроение, она себя лучше чувствует, она, то есть, довольная, счастливая, и всё у неё хорошо. То есть, такую женщину сразу видно, да. Поэтому вот этот факт очень интересен. Ну, бывают ситуации, конечно же, когда женщина действительно себя плохо чувствует, может быть, у неё какие-то стрессы, может быть, что-то случилось, и в таких случаях, конечно же, ни о каком сексе речи быть не может. Но если вы видите, что ваша партнёрша очень часто жалуется на головную боль, то есть, как только вы ей предлагаете вступить в близость, да, то она сразу говорит, ну, ты же знаешь, у меня же голова болит. То есть, с этим тоже, кстати, многие мужчины часто сталкиваются. Почему пишут, да, о том, что, ну, у неё постоянно болит голова. То есть, болит сегодня, болит вчера, болела, будет болеть завтра. То есть, каждый раз, как только я что-то пытаюсь сделать, на что-то намекаю, у неё тут же, сразу же появляется головная боль. И действительно, по опросам, многие женщины, боясь обидеть своего партнёра, мужчину, часто вот так вот говорят, ну, у меня болит голова, давай не будем. То есть, она же не может сказать, да, сесть и сказать, дорогой, мне не нравится, мне не нравится секс, я не получаю удовольствия, я бы хотела что-то новое, или я бы хотела, допустим, чтобы ты мне сделал то-то. Это действительно важно. А когда настроение плохое и секс не приносит удовольствия, то, конечно, женщина скажет, что да, чего тут нам будем даже только пачкаться, да, вообще лучше ничем не будем заниматься, потому что я себя плохо чувствую, у меня болит голова. Так вот, в чём же основная проблема, что порой женщины сами не знают, что бы им хотелось и чего они хотят получить от своего партнёра. Поэтому я вас приглашаю в свою онлайн-школу, как улучшить вашу сексуальную жизнь, как внести новые чувства и эмоции, как всё-таки вернуть своей паре те ощущения, которые были в начале отношений, то есть страсть, чувственность. И мы поговорим о многих очень интересных приёмах, а главное разберёмся, что нужно конкретно тебе и чего ты хочешь получить от своего партнёра. Поэтому я приглашаю и женщин, и мужчин. Ссылочку оставлю под описанием к этому видео. Обязательно переходите, регистрируйтесь, для того, чтобы понять, почему вашей партнёршей болит голова или почему вы не хотите вступать в половые отношения со своим партнёром. Это действительно очень важно. Так как с этой проблемой многие встречаются, встречаются порой десятилетиями, и там в порядка десяти лет действительно там пяти каждый день практически через день болит голова. Да, это всё проблемы, что говорить мы не хотим и стесняемся, мы вроде бы боимся обидеть своего партнёра, тем самым вы всё-таки вот тоже не делайте лучше, чтобы если вы сели и поговорили, что давай попробуем вот там, допустим, оральный секс, да, или давай попробуем сходить на массаж, то для вас это бы хотя бы партнёр понимал, что да, вот он как захочет, соответственно, и вы не против. Обычно мужчины эту историю очень сильно поддерживают, и наоборот, вам помогают перейти к чему-то новому. Поэтому обязательно обратите на это внимание, обязательно поговорите с вашим партнёром, потому что головная боль, да, бывает, но после хорошего секса обычно голова сразу проходит, и всё у вас становится хорошо, и настроение у вас становится прекрасное. У мужчин, кстати, тоже иногда болит голова после секса и до секса, да, поэтому здесь бывают тоже вопросы, действительно ли всё хорошо, и всё его устраивает в отношениях, в которых он сейчас находится. Если у вас остались вопросы, обязательно напишите мне в комментариях к этому видео. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, и мы с вами обязательно встретимся. Также я вас всех жду разобраться в чём, что вы хотите получить от секса. В моей онлайн-школе я чётко отвечу вам на ваши вопросы, и мы активно прокачаем вашу сексуальную жизнь. Ссылочка под описанием к этому видео. Я вас всех жду, всех обнимаю, целую, и до новых встреч. Пока-пока!